Ярославское село Вятское вошло в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Эта сенсационная новость была озвучена на заседании Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в России, которое состоялось в старинном селе. Марина Смарагдова увидела историческое событие. Развиваясь семимильными шагами, Вятское подошло к получению очень важного международного статуса, который дает еще большие перспективы для развития самой красивой деревни России. В Вятском прошло заседание Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в России. на которое приехали специалисты и эксперты высшего класса. Григорий Орджоникидзе только что вернулся с 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с оглушительной новостью. В ходе этой сессии в предварительный список Российской Федерации были включены дополнительно два объекта. Это Чукотка и село Вятское. Я вас поздравляю с этим событием. Письмо от директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО с уведомлением о значимом событии было вручено основателю историко-культурного комплекса Вятской Олегу Жарову. Если один в год объект со всей России проходит, то это уже очень здорово. Статус ЮНЕСКО расширит известность Ярославского села, будет способствовать международным контактам. Вятское, если зайдет в культурное мировое наследие, его будут знать во всем мире. Это привлечет в основном туристов и также историков, научных деятелей, которые занимаются фольклором, которые занимаются народным искусством. Для ЮНЕСКО важны также просветительские и образовательные программы, которые реализуются в Вятском. Еще хотелось бы отметить волонтерское движение в селе, потому что школьники привлекаются и к музейной деятельности, фактически становятся экскурсоводами и через вот такую полуигровую форму еще ближе узнают свой родной край. И это то, что называется патриотическим и гражданским воспитанием. Возрождение села началось 15 лет назад, но заданный с первых шагов темп вызывает восхищение. Успехи уже были отмечены на национальном уровне государственной премии. И вот новая высота. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города.